Добрый день! Продолжаем показывать систему к раздвижным столам. Сегодня покажу вот такую систему. Значит, каталог. Производство задания. Каталог по раздвижным системам. Сегодня покажу систему. Вот такую. Я как-то раньше в одном видео снимал и так более-менее показывал. Там интересные вопросы тоже были. Сейчас я более популярно покажу и расскажу. Значит, что здесь можно заказать? Здесь по каталогу можно заказать любую длину. Здесь все характеристики есть. Кто понимает английский, тому еще намного проще. Значит, вот ее чертеж. То есть, если остановить видео и все это дело посмотреть, здесь все четко указано. Так, что собой представляет? Это у нас будет в разложенном состоянии. Это в сложном. Все отверстия под крышку. Для крепления все это есть. Значит, какой у нас был случай. Мы делали стол и нам немножко по длине она не помещалась. Значит, что я делал? Я просто эти штуки с одной стороны и с другой стороны я их просто обрезал. То есть, на несколько сантиметров я их обрезал. То есть, здесь возможен даже и такой вариант. Так, ну, что собой представляет? Очень просто. Очень просто и очень надежно. Эти системы, как мне сказали, их выпускают уже более 50 лет. То есть, 50 лет на рынке или даже больше. Я думаю, что она уже себя показала уже со всех сторон, какие только могут быть. Здесь все очень просто, очень надежно и очень хорошо. И знаете, когда делаешь стол с таких направляющих, то есть, сразу чувствуется, что это уровень. Оно красиво смотрится. Клиент сразу видит, что это добротный, хороший механизм. Он действительно так и есть. Здесь нет никаких внутри шариков или еще каких-то металлических направляющих. Здесь все в дереве. Опять же, повторюсь, просто четко. Далее, следующий момент, который нужно обязательно учитывать при работе с этими направляющими. Это фиксаторы, которые фиксируют столешню снизу. Почему? Потому что, когда мы стол, столешние раздвигаем, вставили вставку, нужно как-то зафиксировать, чтобы оно все это дело не болталось. Или, наоборот, когда мы вставку вынимаем, мы столешние сдвинули. Опять же, они должны четко стоять, а не бегать между собой. Хаотично. То есть, для этого применяется в каталоге есть вот такой защелка. Здесь, опять же, такие ее размеры, фотографии, описание. Так, вот она. Вот она, эта защелка. Классно сделанная, конечно. Получается, что, когда мы ее прижимаем, она даже пружинит и хорошо прижимает одну столешню к другой. Как здесь в каталоге и есть фотографии. Значит, вот эти вот защелочки такие, это какая-то, не знаю, какая-то... То есть, не подделка, здесь тоже фирма, все, но это какие-то маленькие, я их даже не рассматриваю. То есть, лучше всего это. Еще есть одна вот такая, тоже они предлагают. Значит, вот такой механизм. Здесь в каталоге его и нет, но я просто показываю. Значит, как он, в принципе, его работает. Вот так вот вставляем сюда и вот этой вот штучкой вот так мы его зажимаем. Значит, на вид он, конечно, красивый, но толку с него, мне кажется, мало. Потому что все равно, если бы здесь какие-то направляющие в другой стороне были, я еще мог бы понять. А так оно, как-то ставишь, оно, ну, не знаю, здесь и особо-то вжатия особого нету, как в этих. Здесь оно пружинит, а здесь, ну, по крайней мере, есть вот такая. То есть, для общего уровня развития, чтобы показать, может, кому-то в каких-то других проектах, она будет и интересная, но я ее не пользовался. Мне кажется, она неудобна. Значит, под видео будет ссылка. Там я делал стол с точно такими же направляющими, с точно такими же защелками. Там все это тоже я подробно снимал. Ну, не так подробно по направляющим. Там в основном стол был. Но там тоже с этими системами я делал. Можно все это дело посмотреть. Так, ну, на этом, наверное, с этим обзором тоже все. До свидания. Продолжение следует...